У каждого времени свои песни. Одна из песен нашего времени – это песня «Во славу искусственного интеллекта». Но как только в нашей истории культуры кто-то начинает петь «Во славу», кто-то говорит «Аллилуйя», тут же появляются песни за упокой. Каждый раз за этими песнями, за этими гимнами, за этими манифестами стоит уникальная борьба страстей. И эти страсти также называют по-разному. Когда-то тех, кто встречал любое изобретение, любую инновацию с, в буквальном смысле, крестом в руке, или брал на ковальню молот и старался эту инновацию раздавить, прижать, уничтожить, называли лудитами. В наше время их называют технопессимистами. С другой стороны, во все времена были и те, кто пел песни «Славы». Их называют технооптимисты. Когда говорят «Дайте мне новую технологию, и я спасу мир». Или более жестко, как сказал Фриман, известный исследователь, математик, буквально несколько лет назад. «Дайте мне искусственный интеллект, искусственный разум, и тот, кто будет владеть искусственным интеллектом, искусственным разумом, будет владеть миром». Все эти песни не новы. Поэтому разберемся в том глубинном, историческом, а в том числе и архетипическом, что за ними стоит. Это прежде всего взаимоотношения того, что человек творит и что человек натворил. Когда-то четко разница в культуре между тем, что являются творением людей, и тем, что они неожиданно для себя сотворили. Проявилось в том, что появились фобии, страхи натворенного. Эти страхи, как я не раз повторял, приходили либо в образе голема, чудовища, который появлялся с глины, и который определяло, пугало и меняло отношения людей. Или более близко чудовище в виде Франкенштейна. Все это были искусственные творения, которые натворили люди, и которых они пугались. То же самое происходит сегодня. Каждый раз, когда говорят, придет эра искусственного интеллекта, вы все останетесь безработными. Искусственный интеллект – это чипирование каждого. Благодаря искусственному интеллекту за вами в постели, дома, на улице будет зорко наблюдать большой брат от искусственного интеллекта все зло. И действительно, когда-то, когда Гутенберг изобрел станок Гутенберга, печатный станок, многие монахи остались без работы. И действительно, сегодня из-за появления и искусственного интеллекта, и трансформационных технологий, и генеративных, делал особый акцент технологий, и GPT, об этом мы уже не раз говорили, мир меняется. И изменение этого мира уникально. Но, опять же, вот эта оппозиция сотворили и натворили. Какие у нас с вами ценности? Такие мы и конструируем технологии. И на самих технологиях не стоит отметка, добро это или зло. То же самое относится к генеративным технологиям, искусственному интеллекту, искусственному разуму, которые все более и более входят в наш изменяющийся мир. От нас зависит, будут эти технологии во зло, или они будут ради добра. А чтобы мы это осознали, вспомним, что есть мудрые концепции, которые называются концепцией человека достроенного или человека расширенного технологиями. Концепция человека достроенного технологиями давно была разработана замечательным профессором, последователем великого физиолога Николая Александровича Бернштейна Иосифом Фильденбергом. Он четко показывал, что в ходе цивилизации наши органы чувств постоянно достраиваются. Вы одеваете очки, и вы достраиваете это свое зрение. У вас, так или иначе, вдруг начинает портиться слух, и вы берете и используете те или иные изобретения, чтобы слышать то, что происходит в нашем мире. Это достройки наших органов чувств. Но есть и огромное количество способов достроек нашего с вами разума. Подобные формы достройки Лев Семенович Выгодский, автор культурно-исторической психологии, очень четко назвал культурные орудия или культурные средства овладения нашим собственным поведением. Наши высшие психические формы поведения всегда опосредственны теми или иными культурными орудиями, которые увеличивают наши возможности, увеличивают потенциал человека, увеличивают мощность каждого из нас. Именно к таким орудиям и относятся такие наши питомцы, которые создаются талантливыми мастерами в сфере когнитивных наук, специалистами по искусственному разуму. Они есть. Иными словами, разные технологии искусственного разума – это наши помощники, это наши питомцы, которые помогают нам стать более могучими, более сильными при одном условии. Мы помним, что мы их сотворили и понимаем, что мы не должны что-либо натворить с этим. Мы помним, что от того, какие у нас мотивы, какие ценности, какие мы выборы делаем в нашей цивилизации, так мы используем самые различные орудия для того, чтобы стать либо сильнее, либо опаснее и страшнее. И когда мне говорят, вот придет искусственный интеллект, искусственный разум, наступит социальное неравенство, я с грустью улыбаюсь, потому что может произойти другое, но не из-за орудия, которым достраивается наша с вами психика. Произойдет другое, если искусственный интеллект окажется в руках тех, кто благодаря этому начнет еще более эксплуатировать других людей. Появится цифровая элита, владеющая миром, и появятся те, кто так или иначе не владеет цифровыми технологиями и зависит от этой цифровой элиты. Иными словами, каковы ценности выбора, такие и последствия. Поэтому бойтесь себя, если ценности жизни другого человека, содействия другому человеку, а не эксплуатация его, не воздействия на него, станут для вас главными способами коммуникации с миром, если ценность жизни другого человека будет самой главной на Земле, а культура достоинства, той культуры, в которой мы понимаем, верим и любим другого человека, тогда искусственный интеллект станет еще одним уникальным орудием, который поможет тому самому хомо сапиенс стать видом, в котором все люди помогают друг другу, а не уничтожают друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok